Здравствуйте! В Казахстане из-за коронавируса вводятся налоговые каникулы. Об этом мы поговорим в прямом эфире телеканала ЖТСУ. Здравствуйте! Гость нашей программы сегодня руководитель управления разъяснительной работы Департамента государственных доходов Алматинской области Асим Турарбековна Байкаш. Здравствуйте! Я хочу напомнить нашим телезрителям, что программа сегодня выходит в прямом эфире. Если у вас будут вопросы по налогам, можете звонить по телефону 400109, код города 87282. Также на ваших экранах есть номер WhatsApp Messenger, на который тоже можете отправить свои вопросы в письменном виде и мы здесь в студии озвучим. Давайте начнем с того, что вышел указ президента о дальнейших мерах по стабилизации экономики, вот именно по налоговой политике. Расскажите подробно. Департамент государственных доходов Алматинской области в связи с введением чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса COVID-19 принял ряд мер именно в рамках реализации указа президента от 16 марта 2020 года до 287 об дальнейших мерах по стабилизации экономики именно по вопросам налоговой политики. В частности, все мы знаем, уважаемые телезрители, что у нас вышло два постановления правительства. Первое постановление это от 20 марта номер 126 и это пошла первая волна налоговых послаблений. В частности, было решено ввести нулевой коэффициент по налогу на имущество и по земельному налогу. Это первая волна. Вторая волна связана с выходом нового постановления, второго постановления. Это постановление вышло 27 марта 2020 года номер 141. И здесь уже были приняты это снижение ставки НДС и непроведение налогового администрирования. То есть были такие меры приняты, как открытие банковских счетов, снятие распоряжения всех мер, ограничительные меры в рамках проведения проверок, снижение ставки НДС. Давайте на каждом из них остановимся поподробнее. Например, вот проверки среднего бизнеса будут уменьшены. Как это будет происходить? Ну, здесь, что касается проверок среднего и малого бизнеса. Во-первых, вы все знаете, что у нас с 1 января 2020 года вышел мораторий на проверки. То есть все субъекты микро, малые и среднего бизнеса, они не подлежат проверке. То есть все проверки на 3 года приостановлены. Их вообще проводиться не будут. Субъектов малого бизнеса трогать не будем. А в связи с введением чрезвычайного положения все начатые проверки, которые были, то они на период чрезвычайного положения приостановлены. То есть в данный момент никаких проверок мы не проводим. Ни налоговых проверок, ни таможенных. Данное время не проводится. Все приостановлено. И даже в этом среднем бизнесе тоже? Даже в среднем бизнесе, да. Все проверки приостановлены на период чрезвычайного положения. После того, как закончится чрезвычайное положение, естественно, начатые проверки, их у нас немного. Если в целом, говорит, о департаменте, у нас всего 2 проверки таможенные идут. Вот поэтому эти 2 проверки, они будут возобновлены. А на данный момент все проверки, как таможенные, так и налоговые, они приостановлены на период чрезвычайного положения. Наши телезрители начали писать на WhatsApp свои вопросы. Я вас прошу, голосовые свои сообщения, пожалуйста, не отправляйте. Мы здесь прослушать гость ваши вопросы не смогут, поэтому просим написать. Но если хотите, вы позвоните и лично задайте свой вопрос нашему гостю, тогда позвоните по телефону 40 0109, код города 872 82 и лично задайте свой вопрос. Предусматриваются налоговые стимулы для отдельных категорий бизнеса. Это крупные объекты, торговли, кинотеатры, выставки, спортивные объекты. Вот об этих процессах давайте поподробнее. В действительности в рамках чрезвычайного положения у нас введены налоговые пособления для этой категории. В частности для субъектов предпринимательства на период с 20 марта по 31 декабря по налогу на имущество установлен коэффициент 0. То есть не платят налог на имущество до конца года. Это в частности индивидуальные предприниматели и юридические лица, которые имеют крупные торговые объекты. Что такое крупный торговый объект? Это крупный торговый объект, которые территория торговая не менее 2000 квадратных метров. Это вот первая категория торговых объектов. Далее торгово-развлекательные центры, кинозалы, театры, выставки, физкультурно-оздоровительные и спортивные сооружения. И 27 марта вышло уже второе постановление. Здесь уже перечень расширили. Здесь добавились тоже коэффициент 0. То есть не платят налог на имущество. Такие категории предпринимателей, которые осуществляют свою деятельность в сфере торговли, общественного питания и гостиничных услуг. Но я здесь сразу оговорюсь, что коэффициент 0 говорит о чем? Что вы до конца года налог на имущество не платите, освобождены. И этот перечень еще не исчерпан, так как вы знаете, 31 марта у нас президент страны еще раз выступил с обращением. И данный поручил, что этот перечень расширили. То есть возможно еще будет расширение этого списка и какие-то определенные объекты и виды деятельности будут добавлены. Ну это хорошие возможности для предпринимателей. Вы говорили не больше 2000 квадратных метров, а больше 2000 квадратных метров... Они уже не подлежат освобождению. Они не подлежат освобождению, поскольку они в это время работали. Или откуда? Они на данный момент в этот перечень не включены, я это хочу сказать. То есть если этот перечень, государственная комиссия, вы знаете, сейчас создана государственная комиссия по чрезвычайному положению. Если этот перечень будет расширен и они будут включены, тогда да, мы их освободим. Но на данный момент вошли только крупные торговые объекты. Поэтому они только освобождаются от налогов. Также было обещано освободить от НДС на импорт биологических активов, включающих крупный рогатый скот и племенных цыплят. Аграрии будут освобождены от уплаты налога на земли сельхозназначения. Вот нам тоже многие сельхозники звонили, задавали этот вопрос. Расскажите подробно, как будет происходить процесс и будут ли они освобождены действительно? В действительности это правда. Налогопотечники часто звонят, спрашивают, особенно сельхозпроизводители, это правда или нет. В действительности в рамках чрезвычайного положения вышло постановление правительства. И уже с 20 марта все сельхозпроизводители, кто имеет земли сельхозназначения, они освобождены от уплаты земельного налога. Но еще раз говорю, с 20 марта текущего года до 31 декабря. За январь, февраль они оплачивают, а с 20 марта они уже не платят, они освобождены. Это что касается земли сельхозназначения. Теперь что касается НДС, у нас в действительности эта норма тоже прошла, внесены изменения. Здесь уплата методом зачета именно налога на добавленную стоимость, на импорт, крупный рогатый скот и племенные цыплята. Здесь главное условие, чтобы платильщик был, в действительности, кто импортирует товар, он был платильщиком НДС. Вот это главное условие. Эта норма тоже прошла, и крупный рогатый скот, и племенные цыплята, они уплачиваются НДС методом зачета. Эта норма тоже действует. Уже введена. Есть вопрос, мы вас слушаем, говорите. Задавайте свой вопрос. Здравствуйте, говорите. Алло. Мы вас слушаем. Я понимаю, а нас не понимаете. Вы почему отключите телефон? Вы задавайте свой вопрос, мы вас слушаем. Я вас задаваю. Я работал как в почте. Потом я как в 13 числа уволился на работе. А почему это кредитный отдел закрывает мой счет? Я же оплачу же. Тоже могу ответить. Спасибо. Спасибо за вопрос. Мы услышали его. В принципе, 31 марта президент страны нам дал поручение открыть все банковские счета. Сейчас эта работа органами государственных доходов уже начата. Независимо от того, имеете ли вы задолженность, либо не представили отчетность, то есть это основание для представления расходных операций по банковским счетам. На сегодня органы госдоходов направили во все банки письма, и мы отзываем эти распоряжения на период чрезвычайного положения. То есть ваш счет разблокируется автоматически. Он автоматически разблокируется. Здесь не нужно писать письма, приходить. Мы уже соответствующие письма отправили. Соответственно, если вы не субъект крупного бизнеса, простой работник, вот как физическое лицо обратившийся, здесь счета все будут открыты автоматически. Уже эта работа начата. Во всех банках мы отозвали распоряжение. Если вопросы будут о работе почтовой службы, то вечером в 19.00 в этой студии будет работать прямой эфир, и вы можете задать свой вопрос именно тогда. Будут представители из почтовой службы. Давайте продолжим. Здесь есть один вопрос телезрители, он задает по земельным, я не понял, у меня есть, вы говорили 2000 квадратных, он видимо перепутал, 2000 квадратных метров. Сказали, у меня больше земля, я могу быть освобожден от налогов. От уплаты земельных налогов освобождены все, независимо от квадратуры, скажем, от площади земельного участка. Здесь, если у вас главное сельхозназначение по госакту, и вы производитель сельскохозяйственной продукции. Вот два условия. То есть, если у вас в госакте написано, что это земля сельхозназначение, и если вы сельхозпроизводитель, то вы освобождаетесь от уплаты земельного налога. Что касается налога на имущество, вот здесь уже квадратура имеет значение. Здесь налог и имущество, мы еще раз говорим, это крупные торговые объекты. Торговые объекты, это крупные торговые центры. Если у них площадь 2000 квадратных метров, вот они как раз-то и освобождаются. Вот так к ним относятся, по налогу на имущество. А по земле все освобождаются, кто имеет именно сельхозпроизводитель. Он, видимо, с землей перепутал. Предоставлена отсрочка по всем налогам и другим обязательным платежам в бюджет, социальным платежам до 1 июня 2020 года для субъектов микро, малого и среднего предпринимательства. Что скажете по этому поводу? Так, здесь у нас, это связано со вторым постановлением правительства. С 27 марта всем практически субъектам микро, малый и средний бизнес у нас предоставлена отсрочка уплаты платежей. То есть, если по состоянию на 27 марта у вас на лицевом счете была задолженность, ну, представим, индивидуальный предприниматель, он субъект малого бизнеса, у него на лицевом счете долг 100 тысяч. Это по состоянию на 27 марта. И в этот день вышло постановление, согласно которому мы вам предоставляем отсрочку на 1 июня. То есть, вы этот долг можете не погашать до 1 июня. То есть, задолженность, она остается, но мы никакие меры принимать не будем, мы ее принудительно взыскивать не будем. Вы тоже имеете полное право не платить до 1 июня. На этот период предоставляется отсрочка. То есть, мы вас не освобождаем, мы просто вам предоставляем отсрочку. Мы заморозили. Но он может частями платить? По желанию, может и не платить. Почему? Потому что сейчас же денег, у него же дохода нет. Соответственно, он может сейчас на данный момент не платить. А 1 июня, когда наступит срок, уже чрезвычайное положение закончится, если не продлять этот срок, но на сегодняшний день до 1 июня продлена. То есть, предоставлена отсрочка. Поэтому вы можете не платить, лучше эти деньги использовать для своей семьи, на свои нужды. И вам никакие меры приниматься не будут. Принудительно мы взыскивать, удерживать, зарплаты там нигде не будем. То есть, на данный момент предоставляется отсрочка. Соответственно, все принудительные у нас есть способы меры. Это начисление пении, штрафов. Мы ничего это производить не будем. То есть, пеня вам начисляться на эту задолженность не будет. Административные меры тоже приостановлены. Штрафы никакие мы вам предъявлять не будем. И, соответственно, такие меры, как ограничение имущества, вот как мы говорили, звонок распоряжения в банк, да, приостановить банковские операции. Таких действий принимать не будем. Все меры и способы также приостанавливаются до 1 июня. До 1 июня. И еще раз хочу напомнить нашим телезрителям. На WhatsApp, пожалуйста, не отправляйте голосовые сообщения. Если вы хотите задать напрямую нашему гостю, тогда звоните по телефону 40 0109. Есть телефонный звонок, мы вас слушаем. Задавайте свой вопрос. Здесь я тоже отвечу. Рахмет, за вопрос. Здесь мы говорим об отсрочке по налогам. То есть не по кредиту. По кредиту вы в каком банке брали кредит, вы с этим банком будете самостоятельно как бы звонить, уточнять. Мы здесь говорим о налогах. Если у вас была задолженность по налогам, соответственно, вот эта задолженность, она замораживается. Мы никакие меры принимать к ней не будем. Именно по налогам. Ну и, соответственно, по банкам тоже. Вы можете просто обратиться своему банку, где брали кредит, и вам тоже сделают отсрочку. Там в банках свои условия. Можете пойти и поинтересоваться. И сделать так, как вам удобно. Скажите, пожалуйста, индивидуальные предприниматели освобождаются от налогов на доходы? Да, освобождаются. Здесь я четко говорю, что индивидуальные предприниматели, которые работают в общеустановленном режиме, они у нас освобождены от уплаты индивидуального подоходного налога тоже с 20 марта по 31 декабря. То есть за январь-февраль они оплачивают, а чрезвычайное положение введено, и постановление вышло с даты постановления с 20 марта, они освобождены до 31 марта. И здесь я еще добавлю, вы все знаете, что у нас с 1 января, кто является субъектом малого и микробизнеса, и который работает под спецрежимом, это патент, упрощенка, они уже освобождены. А именно с введением чрезвычайного положения уже освобождены те индивидуальные предприниматели, которые работают на общеустановленном режиме, которые оплачивали налог 10%. Вот они именно сейчас до конца года также освобождены от уплаты индивидуального подоходного налога. Индивидуального подоходного. А скажите, вот индивидуальные предприниматели также могут не перечислять пенсионные отчисления, к примеру, и еще какие-то, ну, ФОМС, например, ФОМС, и здесь тоже имеется отсрочка? Это вопрос третья волна, которая сейчас на рассмотрении. 31 марта у нас президент дал поручение как раз-то рассмотреть ФОМС. И предполагается, что эта категория, именно тоже микро, малый, средний, они будут освобождены от уплаты налога с ФОМС. Но постановление еще не вышло, мы ждем. То есть как только оно выйдет, с этого момента, возможно, как оно выйдет и вступит в законную силу, соответственно, мы и освободим. Но опять же, там будут субъекты малого, среднего бизнеса и будут перечень наиболее пострадавших секторов экономики. То есть в планах, это вот на будущее, то, что президент озвучил и дал поручение, это я сразу забегаю вперед скажу, это коснется сферы общественного питания, в первую очередь. Далее, сектор торговли, транспортные услуги, консультационные услуги, IT-сектора и гостиничный бизнес. То есть не все. То есть по видам деятельности. У нас есть классификатор код экономической деятельности, каждый вид деятельности имеет свой код. Соответственно, основные, которые наиболее пострадают. Но опять же, оговорюсь, что этот перечень формирует государственная комиссия по чрезвычайным положениям. Как только этот перечень утвердится, только тогда выйдет постановление. Это на рассмотрение. Но в сектор торговли там остается, независимо от того, что он продает. Сейчас гадать мы не будем. Почему? Потому что это на рассмотрение. Это наверняка еще изучается той комиссия, о которой вы говорите. Скажите, пожалуйста, сейчас повсеместно во всех странах, можно сказать, во всем мире ведут такую особую профилактическую работу от защиты коронавируса. Какая работа ведется у вас на работе, в зданиях? Сколько человек сейчас работают, сколько нет? И как защищаетесь? Интересный, конечно, вопрос. Но, как и все госорганы, мы на сегодня все защищаемся от коронавируса. Даже вы видите, что я в маске, вы в маске. И, соответственно, все наши сотрудники департамента надевают специальные медицинские средства. Это масочный режим. Потом у нас большинство сотрудников переведены на дистанционный режим. В частности, порядка 70% наших сотрудников переведены на дистанционный режим работы. Они сидят дома, набирают все на компьютере. Если бы говорить по численности, у нас коллектив состоит из 1200 человек. Из них порядка 300 человек у нас находятся в отпусках. Рудовые отпуска предоставили мы. И удаленный дистанционный доступ – это 386 человек. То есть в общей совокупности 70% у нас работают дистанционно дома. Оставшиеся сотрудники, которые находятся на работе, мы обязательно антисептические средства используем. Постоянно. Затем масочный режим соблюдаем. И помимо этого мы перешли на бесконтактный режим. То есть у нас, вы знаете, центры обслуживания населения, как у нас есть, и то же самое у нас центры оказания госуслуг. На первых этажах во всех территориальных подразделениях у нас есть центр оказания госуслуг. Эти терминалы, где сдают налогоотчетности, мы сейчас доступ к ним ограничили. То есть мы предлагаем всех наших налогопотечников перейти на электронный формат. У нас 42 вида услуг, из них 35 электронные. То есть можно воспользоваться, сидя дома, интернетом, и сдать тот же отчетность через, воспользоваться СЦП, ключом, который вы получили в ЦОНИ. Помимо этого мы создали контакт-центры. У нас действует единый контакт-центр 1414. Создали контакт-центр именно по вопросам регистрации ИП, открытия счетов. Это действует телефон. Вот наши уважаемые телезрители, вы можете записать. Это 60 11 21. Все вопросы, которые касаются государственных услуг. То есть открытие ИП, открытие счета, разблокировка 60 11 21. Что касается задолженности и арест счетов от банки, если у вас арест счета где-то по техническим причинам фактического открытия не произошло, а вы хотите получить вот это пособие по 42 500, вы можете обратиться на телефон 60 11 15, 60 11 14, 60 11 16. Это по всем вопросам задолженности и разблокировки счетов. Вот такие у нас номера действуют. В канцелярии у нас все документы кварцем обрабатывают, то есть тоже бесконтактный режим. Мы поставили ящики, и каждый, кто пришел все-таки в налоговую и решил сдать документы на бумажном носителе, мы сделали ящик, установили у входа, и в этот ящик обязательно он, то есть бесконтактный. Мы этого налогопритетчика не видим. Он оставляет эти документы в ящике. И уважаемые наши телезрители, налогоплательщики, мы призываем вас сейчас сидеть дома, беречь свое здоровье и воспользоваться электронным сервисом услуг и бесконтактно либо позвонить на телефон, вы можете узнать свою задолженность, либо воспользоваться электронным своим ключом и заявление отправить по электронным каналам. Точно так же у нас действует электронная почта. Такс Алматы КЗ. Я тоже присоединяюсь к вашему призыву, дорогие телезрители. Оставайтесь дома. Время подошло к концу нашей программы. Мы встретимся завтра в 16.00. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова